Привет, я человек из Рудольф-Ин-Сиса. Меня нашли в озере Туркана, бывшем озере Рудольф, откуда и происходит мое имя. Мой возраст составляет от 1,95 до 1,78 миллиона лет. Мой вид вымер. Мой рост составлял 1,7 метра, а вес – 64 килограмма для мужчин и 49 килограммов для женщин. Я жил в Восточной Африке. Объем моего черепа составлял 560 кубических сантиметров. Обнаружение окаменелостей человека Хобелиса и человека Эргастера того же периода в Северной Кении поднимает интересную дискуссию о сосуществовании трех разумных видов в одно и то же время. Человек Рудольф-Ин-Сис жил в высокоиерархическом обществе, в котором доминирующий самец осуществлял господство над группой. Из-за преждевременного рождения потомства мой вид проводил много времени, ухаживая за ними, что укрепляло групповую связь. У нас было сильное соперничество с человеком Хобелисом. Местная фауна теперь включает узнаваемых животных, таких как носороги, зебры, львы и так далее. Мой вид был первым, кто создал орудия для охоты на животных из-за необходимости добывать пищу. Здравствуйте, я Хобелис. С латинского означает «способный человек». Я – разновидность архаичного человека, и мне от 2,3 до 1,6 миллиона лет. Большинство моих ископаемых останков было найдено в Кении, Валдубое. Мое имя – Хобелис, связано с находкой каменных орудий, относящихся к моему виду. Я умел делать хватательное давление на руки, чтобы можно было делать каменные орудия. У моего вида по сравнению с австралопитиком увеличился размер мозга, который, по оценкам специалистов, составлял от 510 см в третьей степени до 600 см в третьей степени. Кроме того, мой череп был более округлым с коротким лицом, большими коренными зубами с толстой эмалью и отсутствием диастемы, разделение между примолярами и клыками. Мои пальцы рук и ног были изогнуты, что указывало на то, что мы все еще использовали деревья. Мой вид был в основном падальщиком. Бипидальная поза у женщин привела к уменьшению таза, что привело к более ранним родам, что означало больше времени, потраченного на уход за ребенком и, следовательно, необходимость поддерживать прочные социальные связи, что вылилось бы в развитие культуры. Здравствуйте, я Хамайергастер, что означает рабочий человек. Обитал на территории Эфиопии, Танзании, Кении и Эритрии. Мне около 1,9 миллиона лет, климат был очень засушливым и засуха продолжалась около 100 тысяч лет. Объем моего черепа составлял 880 кубических сантиметров, рост 1,6 метра, вес 65 килограммов. Другими физическими аспектами изменений были способ регулирования внутренней температуры, вызывающей потоотделение, что привело к потере волос на теле. Также дыхание перестало быть только оральным и стало осуществляться через нос, что позволило больше запасать энергии и насыщать организм кислородом, что привело к большей способности к мобильности, необходимой для выживания в саванне. Мой вид был первым, кто смог покинуть африканский континент, приспособившись к другим районам планеты с иными климатическими условиями. Мой вид научился добывать огонь, таким образом мы смогли жить в более холодных местах и добывать более разнообразную пищу, со множеством изменений, которые это повлекло за собой с точки зрения эволюции. Мой вид достиг большого прогресса в изготовлении сложных инструментов, получив стиль производства под названием Эйкиулирн. Групповое сотрудничество для более эффективной охоты, возможно, послужило толчком к развитию речи. Здравствуйте, я Хамо Юрецтус. Мой вид жил между 1,9 миллиона лет и 117 тысяч. Лет назад в эпоху нижнего и среднего плейстоцена. Жил в Восточной Азии, хотя ископаемые останки были найдены в Африке и Европе. Объем черепа составлял от 900 до 1200 кубических сантиметров. Я мог достигать 6 футов в высоту и был очень похож на современных людей. Я был охотником и собирателем со всеодней диетой. Под виды включают, джаврмен обладал частью мозга, контролирующий язык, хотя неизвестно, говорил ли он на самом деле. Пекинский человек оставил свидетельство использования огня и орудий труда из кости и дерева, сделанных из других камней. Человек-одиночка, родом с острова Ява, с необычайно развитой культурой, он умел изготавливать сложные орудия труда. Лантинский человек отличался сложными резными предметами, такими как галька, и умел пользоваться огнем. Лантинский человек окаменелости были найдены в пещере Хулу в горах там недалеко от Нанкина, Китай. Человек из Юаньмоу, найден в районе Юаньмоу китайской провинции Юньнань, найдены, связанные с ним орудия труда. Африканский хомоерестус гораздо современнее и использует для создания своих орудий труда технологию под названием Экиулирн, в то время как азиатский хомоерестус использовал технологию Алдуви. Здравствуйте, я человек-предок, и я считаюсь самым древним гоминидом в Европе, будучи родом из Африки. Я также являюсь последним общим предком между современными людьми и неандертальцами. Я жил около 900 тысяч лет назад, и мой вид вымер. Большинство особей были ростом от 160 до 185 сантиметров, весом от 60 до 90 килограммов, крепкого телосложения, с архаичными и современными чертами, что определяет эволюционную смесь. Мой мозг объемом 1000 кубических сантиметров был меньше, чем мозг современного человека объемом 1300 кубических сантиметров. Возможно, я был первым видом гоминид, который стал носить шкуры животных в качестве пальто, потому что подвергался воздействию низких зимних температур. Был кочевым и жил охотой на животных, таких как быки, бизоны и олени. Он также был беспринципным хищником и собирал фрукты и овощи. Они жили группами посорок, 50 особей, продолжительность их жизни составляла около 40 лет. Орудия охоты были очень простыми и изготавливались из костей, палок и некоторых камней, которые обрабатывались элементарным способом. Они создали очень примитивные рисунки, используя смеси грязи и крови. Для просмотра других исторических видео посетите мой канал в описании видео. Следующее видео – неандертальский человек. Здравствуйте, я Хомонеандерт Холенсис, я жил в Европе, на Ближнем Востоке, Среднем Востоке и в Центральной Азии в период от 230 тысяч до 40 тысяч лет до настоящего времени. Мой вид вымер. Различные исследования указывают на общее происхождение современных людей и неандертальцев, а также на то, что между этими двумя видами существовала гибридизация. У меня была более крепкая анатомия, чем у современных людей, с широкой грудной клеткой и бедрами и короткими конечностями. Мой череп характеризуется двойной костной дугой у бровей, покатым лбом, отсутствием подбородка и большим объемом черепа, чем у Homo sapiens sapiens. Популяция неандертальцев была относительно постоянной на протяжении 200 тысяч лет нашего существования, только в Европе насчитывалось около 7 тысяч особей. Причины моего вымирания неизвестны, но существует несколько гипотез. Экспансия Homo sapiens и конкуренция за ресурсы, распространение болезней, от которых у нас не было защиты и гибридизация. Неспособность адаптироваться к изменению климата. Также обсуждается извержение супервулкана в Италии, которое произошло около 39 тысяч лет назад и оставило облако пепла над Европой и частью Евразии. Для просмотра других исторических видео посетите мой канал в описании видео.